В прошлый раз мы решали задачки на магнитное поле, иногда совмещенные с другими темами, спасибо механике. В этот раз будет новая тема. Оптика подразделяется на два подвида, это геометрическая оптика и это волновая оптика. Сегодня мы с вами говорим о геометрической оптике. Поехали. Давайте я сначала запишу вам основные законы геометрической оптики. И то мы с вами запишем не все, а лишь часть. Первое. В однородной среде луч света распространяется прямолинейно. Вообще, там есть более общее правило. Вот у вас мир среда какая-то, и вот в этой среде луч света не может распространяться как-то иначе, кроме как по прямой линии. есть игру более общее правило, то вообще луч света из одной точки до другой проходит так, чтобы затратить наименьшее время и меньшее время и если это однородная среда, то это прямая, если это не однородная среда, то это получается ломаная линия. Так, идем дальше. Закон отражения света. Вот тут угол падения луча света равен углу отражения луча света. И вот тут наибольшая ошибка возникает с определением угла падения и угла отражения. Значит, вот этот, значит, тут в чем дело, да, что такое угол падения, угол отражения, это, к сожалению, problems. Вот у нас угол падения, и вот у нас, например, ну, вернее, вот луч падения, вот отраженный луч, вот падающий луч, вот отраженный луч. И вопрос, а где угол падения, а где угол отражения? Вот многие часто путают, это самая частая большая ошибка. Я сейчас вам покажу. Смотрите, вот эта у нас поверхность отражающая, вот у нас точка падения, мы к этой точке строим нормаль в отношении к этой поверхности, и угол между нормалью и лучом падения, это будет угол падения, назовем его альфа, а угол между нормалью и отраженным лучом, это будет угол отражения. Вот так вот, на второе свойство. Следующее. Как у нас строится, да, но следующее это будет не свойство, а следующее это будет некий пример, да. Вот как, в принципе, у нас, следуя законам отражения, построить изображение в плоском зеркале. Как? Давайте я вам покажу. Возьмем зеркало, вот, возьмем зеркало. И слева поставим, ну там с одной стороны от него поставим какое-то тело, пускай это будет какой-нибудь такой овал, повернутый, специально сложное тело, представлю, вот такой вот. Видео изображение будет зеркальное, вот такое, но как получить изображение правильно, да, я возьму любую точку и покажу, как получить изображение данной точки. Вот, смотрите, точка, первый способ очень простой. Значит, мы берем точку, берем расстояние от этой точки до зеркала и откладываем точно такое же расстояние от зеркала, оп, получаем эту точку, грубо говоря, в зеркале, да. А вот теперь внимание вопрос. А значит, если, например, так, сейчас, если, например, вот у вас зеркальная поверхность, например, будет какая-нибудь укороченная, да, вот тут такая. У нас будет объект такой. Так вот. Значит, вы скажете, здесь же нет зеркала. А как что-то добыть? Я вам сейчас объясню. Как вообще идет луч света? Смотрите, вот, как у вас луч зрения распространяется. Давайте возьмем любую точку, вот я тут. А случай зрения распространяется следующим образом. Так, давайте в пункте раздела, а вот так вот. Вот у вас луч падает куда-то на зеркало, в какую-то точку, да. Это свет, который излучает эту точку. Дальше. По законам отражения, что происходит, да. Угол падения равен углу отражения. Значит, вот у нас нормаль. Это, значит, угол падения. Да, вот угол падения. Да, я показал, что угол падения равен углу отражения. Это угол падения. И он такой же, как угол отражения. Значит, у нас отраженный луч будет выглядеть вот так лучше будет выглядеть вот так пересмотрите мы вот когда смотрим вот сюда в зеркало ну или там в краешек зеркала так вот кусочек как у нас вообще воспринимает все наш тема зрительная нам кажется как будто луч выходит отсюда а раз он выходит отсюда нам начинает казаться что мы же знаем что участвует нам начинает казаться что он на самом деле не отразился вот так а вот отсюда так а почему у меня так понятно я кривой сейчас ты их проживешь вот нам кажется что лучше ты шел отсюда и таким образом даже вот смотрите при том что зеркало обрезанное отражение в этой точке все равно будет на том же месте на ком оно было бы если бы зеркало было бы не обрезанное то есть у вас может быть возникал когда-нибудь вопрос вы подходите к зеркалу смотрите туда и вот вы подходите на шаг вправо у вас открывается какая-то часть пространства слева и вы думаете что интересно как вот как за то что за зеркалом может быть видно как когда происходит почему я вижу то что находит то что как бы сама плоскость зеркала не охватывает ну вот вот так это и происходит но значит вот так вот настроим изображение после зеркала да в любом случае даже если зеркало у нас обрезанное маленькой площади а предмет находится где-то не пойми где все равно у него будет вот значит реальная часть будет находиться на каком же расстоянии от зеркала на котором и отражение это оригинал это будет изображение или отражение точки зафиксировали да идем дальше следующий следующие это законы преломления света вот у нас с вами были сейчас закон отражения света сейчас будет законы преломления света окно принципе такой же луч света между двумя точками распространяется так чтобы с него наименьшее время третье получается а угол так не падение ну да угол падения час света и так и так и так�� сумм угол падения cope встречи Kay и так отношение синус угла падения участка края минус угла преломление сейчас не равно что отношение синтуба по девчатке синтуба плане участвует одно а почему равно отношению а равно отношению так чувствуете сформируя минутку равно отношению абсолютного показателя преломления равно отношения абсолютного показателя преломление среды 2 абсолютного показатели преломления 1 я буду расшифровывать что что значит то что значит итак значит отношения с его падения у час света все цифрово парни начался ветром отношении абсолютно показатели преломлении так как мы будем будем как будем я вам покажу значит вот у вас есть вот этот граница раздела 2 цвет границе разделок вот у вас есть две точки раз . в 2 . значит луч света должна сохраниться так чтобы затратить на это наименьшее время вот подумайте как затратить наименьшее время наверное по прямой пойти смотрите дело в том что если вот в этой среде показатель проломления какой-то один а в этой среде показатель проломления что такое вообще показатель проломления во-первых друзья мои я вам расскажу такой интересный факт скорость цвета в вакууме это постоянная величина скорость цвета в вакууме постоянная величина и максимальная из скоростей вообще возможных для либо объект то есть значит это как бы вообще законы такие смотрите любое любой любой объект имеющий маску не может разогнаться до скорости света то есть у него это как бы лимит он может разогнаться сколько угодно меньше скорости света но до скорости света не может разогнаться это первое и второе если у нас объект родился со скоростью света то он во первых не имеет массы это точно не имеет массы и второе он летает с постоянной скоростью так вот значит вопрос следующее какое вот да что такое абсолютный показатель преломления абсолютный показатель преломления это отношение скорость света в вакууме к скорости света в среде в данном то есть отношение скорости света в среде вот среда замедляет свет то есть например если у нас например n2 например больше чем n1 если у нас n2 больше чем n1 а то это означает что скорость света среди 2 она получается меньше чем скорость света среди 1 то есть здесь как будто свет медленнее чем здесь то есть смотрите здесь вот если мы по прямой будем да то свет пройдет здесь вот это вот расстояние за время какое-то t а здесь свет вот уже такое же расстояние получается да свет пройдет такое же расстояние за время больше так он медленнее да он за время больше пройдет пройдет за время t множить на n2 делить на n1 но за такое время пройдет это не нормально так свет не будет распространяться еще раз свет выбирает путь наискорейший то есть наискорейшего времени число здесь прошло за время т значит он здесь должен пройти за время т смотри что делает свет вот так вот так вот так вот так и уже тратит время ты вот здесь попасть отсюда сюда и тратить время т.л. здесь попасть и в итоге он падает из вот одной точке другую за наименьшее время наименьшее возможно и квот вот это будет угол падения это будет угол преломления это луч падающий луч это преломлен у нас по закону преломления у нас синус угла падения относится к синус угла преломления как n2 относится к n1 понятно понятно вот так вот так вопросы по этому поводу здесь теперь смотрите вы наверно знаете что тусину существует некий предел да что силу с любого угла у нас существует от минус 1 до 1 вот и соответственно при минус одном углу у нас так если 7 минус 1 на суло кому минус 90 градусов так вот смотрите когда у нас с вами наоборот значит н1 будет больше чем 2 тогда у нас получается в один будет меньше чем 2 то есть более медленная среда будет сверху тогда получается у него угол вот так только об этом . просто все то же самое ничего не изменилось но какой вот максимальный возможный угол бета максимально возможный угол бета дает синус единичку то есть давайте просмотрим что синус бета будет равен единичке тогда угол бета будет 90 градусов то есть выглядеть от делал нас будет вот так когда угол бета будет прямой а раз угол бета будет прямой значит синус бета будет один синус альфа разделить на один твой просим сальфа это будет альфа ноль давайте этот угол будет альфа ноль вот угол при котором падающий луч значит преломляется под углом 90 градусов это называется угол полного внутреннего отражения угол полного внутреннего отражения что это за угол такой если мы будем значит увеличивать угол падения увеличивать угол падения у нас тут и преломление не будет вообще у нас будет только отражение смотрите у нас будет ну давайте я здесь покажу здесь луч у которого угол больше чем угол падения так вот больше чем угол падения так вот и соответственно у нас будет тут такое отражение то есть смотрите вот такой то есть если если угол альфа то есть угол падения больше чем альфа ноль и то то самое рисунок у нас место преломления происходит отражение так 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 дальше так дальше что мы будем можем еще сказать да мы сейчас с вами собственно вот это вот отношение n2 к n1 это будет вот это абсолютный показатель преломления среды 2 вот это абсолютный показатель преломления среды 1 и это если их разделить это будет относительный показатель преломления среды 2 по отношению к среде 1 вот так это есть относительный показатель преломления то есть это относительный показатель преломления 2 и относительно 1 вот такие вот вещи так идем дальше дальше у нас собирающие и растеивающие линзы тонкая линза 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 это прибор который позволяет фокусировать свет или растеивать как как вообще он работает вот эти вот три вещи три законного психи вы их оставил они у нас работают идем дальше здесь у нас что есть получается линза 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 существует несколько видов собирающие и растеивающие давайте рассмотрим сначала собирающие Собирающая линза обозначается вот так вот стрелочками. Эти стрелочки идут от центра. Это собирающая линза. Это собирающая линза. И давайте пройдемся по терминам. Это вот собственно ось линзы. Сама вот ось линзы. Вот эта вот точка, она называется оптический центр. Линия, проходящая через оптический центр перпендикулярно оси линзы, то есть вот эта черная, это называется главная оптическая ось. Теперь, смотрите, у линзы есть такие места, такие точки, в которых фокусируется свет, если через линзу пропустить лучи света параллельно друг другу. То есть, если мы пропустим параллельный луч света, то есть, во-первых, раз лучик, он преломится вот так вот. Два лучи. Он преломится в одну точку. Параллельно лучи света, параллельно главной оптической оси, в общем, в принципе, параллельно лучи света пропущенные через линзу будут пересекаться в одной точке. И вот эта, значит, точка, в которой пересекается пучок лучей параллельных главной оптической оси, вот эта точка называется главный фокус. Это называется главный фокус. Так, по буквам. Пишет оптический центр. Обычно. Просто буква О. Главный фокус. Фокус F. Фокус главных две штуки, понятно, да? То есть, например. Так. 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 Ого, до фокус. Вот. Ого. Так. да теперь так что еще досмотрите вот это у нас вид как бы сбоку да и что имею ввиду то вот если я через главный фокус проведу плоскость перпендикулярно главной оптической оси у меня эта плоскость будет выглядеть как линия то что не осмотрим как бы сбоку он не смотрю как бы сбоку пока поэтому я извиняюсь по плоскость будет выглядеть точка рима линии пол кривовато это штукного от понятно и не нравится его реально Вот главный фокус, главная оптическая ось, оптический центр, собирающий линзы. Вот эта плоскость, построенная через главный фокус, перпендикулярно главной оптической оси, называется фокальный плоскость. Фокальная. Вот это у нас все самые важные точки линзы. Теперь возникает вопрос, что вообще это за штука, как она работает. Мы увидим, что у нас собираются все лучи в одной точке. А помните, я говорил, что любые параллельные лучи собираются в одной точке, но не в этой. То есть в этой точке собираются конкретно лучи перпендикулярные, ой, параллельные главной оптической оси. Конкретно в этой точке собираются. Аааа. Ага. Ага. Сейчас облачку. Ага. 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 Значит, конкретно вот в этой точке. А если, например, лучи у нас какие-нибудь тут параллельные, но не параллельные главной оптической оси, как тогда это будет работать? будет работать следующим образом. Вот у нас какой-то идет луч, ему идут параллельно лучи. Во-первых, запомните, друзья, луч, проходящий через оптический центр, не преломляется. то есть луч, проходящий через оптический центр, продолжает идти вот так. Дальше. Смотрите. И все лучи у нас пересекаются в одной точке. Помните, да? Такое. Все лучи пересекаются в одной точке. И эта точка обязательно находится на фокальной плоскости. То бишь, вот один луч не преломляется, и мы точно знаем, где он пересекся с фокальной плоскостью. Где он пересекся с фокальной плоскостью? Вот в этой вот точке. Значит, в этой же точке пересекутся и все остальные лучи. То есть все остальные лучи, они преломятся в эту же точку. Так. Так. И вот так. Так. они преломятся в все остальные лучи. Еще раз. Луч, проходящий через оптический центр, не испытывает преломления. Дальше. Кстати, луч, проходящий через фокус, он, смотрите, да, если он пересечется вот так вот, да, до линзы, линзы, то у него он дальше станет, ну, преломленным да, он стоит по параллельному. Главная оптическая оси. Так. Тоже интересное свойство. Так. Такие свойства еще раз мы здесь запомнили. Первое. Путек параллельных лучей пересекается обязательно в одной точке. Эта точка обязательно находится на фокальной плоскости. Дальше. Луч света, проходящий через оптический центр, не преломляется. Соответственно, именно по нему мы можем узнать пересечение с фокальной плоскостью. И также мы знаем, что, значит, луч света, проходящий через главный фокус, преломляется так, что становится параллельно главной оптической оси. В принципе, по нему тоже можно найти вот эту вот точку, вот эту точку пересечения. То есть, его вот так построить до оси линзы и потом параллельно просто провести луч. И вот получим вот эту точку. Вот. Вот эта точка, это называется побочный фокус. Называется побочный фокус. Вот так вот. Понятно? Так. Дальше. Следующий. Следующий момент. Какие есть... Чем можно охарактеризовать, в принципе, вот эту тонкую листь? Да, это у нас, кстати, собирающий листь. Давайте рассмотрим то же самое, только рассеивающий листь. Во-первых, как означает рассеивающий листь? Так, давайте. Рассеивающая листь. Она обозначается стрелочками уже не наружу, а вот вовнутрь. Там будет все не так. Это все ложь. Это все ложь. Я думаю, главный фокус-то останется. Как будет себя вести рассеивающий листья? Смотрите. Вот лучи будут рассеиваться после того, как дойдут два силинца. Вопрос, как они будут рассеиваться? Они будут рассеиваться так, будто они выходили из главного фокуса. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Так-то не будет рассеивать. Это у нас рассеивающий линз будет. А теперь давайте рассмотрим лучи, которые будут не параллельны главной оптической оси. Как на них это будет работать. Здесь я переношу... Вокальную плоскость вот сюда. Вот это... Лучки-центр, она же не преломляется в этот луч. Не преломляется. Дальше вот это. И он как раз пересекается с вокальной плоскостью в побочном фокусе. Вот получается побочный фокус. И вот остальные лучи тоже будут исходить так, будто они исходят из этого побочного фокуса. Спасибо. 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 Теперь смотрите. Расстояние от оптического центра до... Ну теперь собственно я покажу вам пример как построить изображение какого-либо объекта в линзе. Например. У нас есть какой-то объект. Давайте. Например. Вот что-нибудь такое. Я специально сложный рисую. Нетипичный. У меня вот такой. Какая-нибудь такая вот линия. Линия над двумя точками определяется. Вот у нас будет точка А, точка Б. Нам надо построить изображение вот этого предмета А, Б. Просто как это сделать? Построим отдельное изображение точки А и отдельное изображение точки Б. Поехали. Начнем с точки А. Значит нам надо найти как точка А изобразится вот в этой линзе. Давайте. От точки А понятно, что во все стороны идут лучи, да? Лучи от точки А идут абсолютно во все стороны. Ну и так далее. Ей я обозначать не буду. Так вот. Так они во все стороны. Нам из всех этих лучей надо выбрать всего лишь два луча. Два луча. Произвольных. Два общепроизвольных луча. Удобно в данном случае выбрать луч, который будет идти через оптический центр, потому что он не преломится. И еще удобно также выбрать луч параллельной главной оптической оси, потому что он преломится в главный фокус. Вот где пересекут эти лучи, там будет изображение точки А. А штрих это изображение. Давайте теперь точку Б посмотрим. Через точку Б опускай опустим опять же луч через главную оптическую ось непреломленный. Опустим луч параллельно главной оптической оси. Пойдет через главный фокус. Вот они пересекаются вот здесь, значит вот здесь у нас будет изображение точки Б. И вот получается у нас предмет АБ, а вот изображение предмета АБ. Давайте смотреть, что же изменилось. Во-первых, он увеличился, и во-вторых, он перевернулся. То есть точка А была внизу, точка Б вверху, а здесь точка А внизу, точка Б вверху. Такое изображение называется прямое, перевернутое, ой какое прямое. Действительное, перевернутое, увеличенное. То есть изображение может быть, первое, каким может быть изображение. Прямое, перевернутое. Дальше, ну может быть, действительное или мнимое. Сейчас я покажу мнимое изображение. И, значит, прямое перевернутое, действительно мнимое, и увеличено, уменьшено. Вот. В данном случае изображение у нас перевернутое, действительное, увеличенное. Значит, когда изображение прямое, когда изображение перевернутое? Хороший вопрос. Ну, смотрите, если изображение проходит через одну собирающую линзу, то оно всегда будет перевернутое. Если, например, здесь была какая-то система линз, то мы здесь вторую линзу поставили, то оно было прямое. Дальше, действительно или мнимое? Действительное изображение, у которого лучи действительно сходятся где-то за этим, за линзой. Потому что лучи могут как здесь ведь расходиться, да, правильно? Давайте построим сейчас конец. просто одну точку покажу, одну точку. Так, надо тогда будет копировать. Так вот, так вот, так вот, так вот. прямое перевернутое, действительно мнимое, величное, уменьшенное. а а а а и вот, значит, у нас здесь будет какой-нибудь нашу точку а а смотрите, а в чем показать мнимое изображение, да? чтобы когда-то мимо изображения, я точку А помещу вот сюда. Помните, да, как мы работаем? Мы два луча. Вот один луч, например, вот так вот, а другой луч, например, вот так вот. И увидите, что они ничего подобного не сходятся. А раз они не сходятся, раз лучи не сходятся, значит, изображений действительно не будет. Но мы понимаем, что если лучи как бы расходятся, то можно виртуально предположить место, откуда они выходят. Что мы сделаем? Мы это место сейчас... Соответственно, так. Вот это место... Вот из этого места... Так вот, вот это место, это будет мнимое изображение точки А. То есть это не действительно изображение, то есть тут точки А нет. Мнимое изображение точки А. Чтобы увидеть мнимое изображение, нужно опять же вставить там дальше всякую систему линд, чтобы у нас отражалось, там что-то это, и вот мы видели вот в итоге вот эту точку. Но вот напрямую увидеть мнимое изображение нельзя. Да, ну и кстати, видите, если тут изображение было перевернутое, то здесь у нас, значит, изображение прямое. Как понять, что точка изображения имеет прямое или перевернутое? Вот если точка была с одной стороны относительно главной оптической оси, а стала по другую сторону от главной оптической оси, значит, изображение перевернутое. Если точка ее изображения находится по одной стороне от главной оптической оси, значит, изображение прямое. Так, теперь насчет увеличенного и уменьшенного. Но как вообще понять, увеличенное изображение или уменьшенное для точки? Точка же не имеет размера. Мы смотрим расстояние от точки до главной оптической оси. Если расстояние увеличилось, значит изображение увеличено. Если расстояние уменьшилось, значит изображение уменьшено. И вот вещь. То увеличено изображение, то уменьшено. Так вот, размер, значит расстояние от точки до главной оптической оси у нас будет аж большое. А расстояние от изображения до главной оптической оси это будет аж маленькое. Так, вот расстояние от оптического центра до проекции точки на главную оптическую ось у нас обозначается. Буквкой D и расстояние от точки до проекции изображения на главной оптической оси. В основном обозначается F маленькое. Расстояние вот отсюда до фокуса, оно так вот большой буквы F называется. Кстати, вот расстояние от оптического центра до главного фокуса называется фокусное расстояние. Так вот, и если мы с вами тут, да, что такое увеличение? Увеличение это отношение, чего получается, к чему? Отношение изображения к высоте изображения к высоте исходного объекта. Это называется увеличение. Это у нас, значит, увеличение линзы. Ну, если увеличение больше единицы, то линза увеличивает. Если увеличение меньше единицы, то эта линза уменьшает изображение. Смотрите, мы с вами из подобия треугольников, что можем заметить? То вот эти треугольники, вот этот треугольник и вот этот треугольник подобны. Соответственно, H маленькое относится к большому, так же, как F относится к D. Мы сразу можем это заметить, что это равно F D. Это очень важно. И так же мы с вами заметим тоже одну важную вещь, что 1 разделить на 1. Фокусное расстояние равно 1 делить на F малое плюс 1 делить на D большую. Значит, F малое у нас больше нуля. Если оно измеряется вот сюда. Так, скажем так, вот для F малого вот в эту сторону будет плюс. Вот в эту сторону F будет больше нуля. Вот в эту сторону F меньше нуля. Для D наоборот. Для D вот в эту сторону меньше нуля. Ой, больше нуля. Вот в эту сторону D меньше нуля. То есть, в нашей с вами штуке, да, у нас здесь будет F меньше нуля, D будет больше нуля. То есть, у нас F будет отрицательное число, D будет положительное число. Вот. Эта величина обратная к фокусному расстоянию. Эта величина называется оптическая сила линзы. Эта штука, это у нас оптическая сила. Теперь единица измерения. Ну, все расстояния, понятное дело, измеряются в метрах. В увеличении безразмерная величина. А вот оптическая сила, получается 1 разделить на метр, да. Эта величина, она называется диоптрий. Это у нас величина. То есть, то, в чем измеряется оптическая сила, называется диоптрий. И обозначается она цептр. Так вот, цептр. Так. По теории, что я вам еще не рассказал. Да, давайте теперь рассмотрим самую мерзкую задачу. Давайте. Которая жизнь портит. Что это за задача? Давайте вот эту убираю. Задача такова. А что если у нас вот стоит какой-то предмет, никого не трогает, нам надо построить его изображение, но проблема в том, сейчас покажу, что проблема в том, что вот здесь стоит стена. здесь стенка, через нее лучи не проходит. Так, ответь в чатике. Если у нас стоит стенка, которая загораживает лучи, будет ли у нас изображение вот здесь вот, в линзе, будет ли изображение, если вот стеночка загораживает лучи? Давайте. Ваш вариант. Все, вот стеночка вот так вот загораживает лучи. Будет ли изображение? Давайте, отвечайте. Да или нет? Так, Рома отвечает нет. Настя говорит нет. Вячеслав говорит нет. У меня есть стремление. Давайте берем кое-что покажу. Таня. А Таня сейчас напишет, говорит, да. Да? Да, Я все это в этом. проголосовали. Так, смотрите, если эта стенка не бесконечна в обе стороны, то она загораживает только определенную часть лучей. То есть она загораживает вот лучи, получается, отсюда до сюда. Выше не загораживает и ниже не загораживает. То есть, грубо говоря, выше лучи проходят и ниже лучи проходят. Давайте я рассмотрю пограниченное состояние, что вот так вот выше. Вот так вот я лучик сделаю. Оп. И ниже. Вот так лучик сделаю. И найду, где эти лучи преломятся. Собственно, куда они, вернее, преломятся. Как найти, куда преломиться луч? Ну, понятное дело, мы помним, что параллельно лучи все пересекаются в одной точке. Более того, а луч, проходящий через оптический центр, он не преломляется и пересекается с фокальной плоскостью вот здесь. Вот здесь он пересекается с фокальной плоскостью, а значит, вот этот лучик преломится вот сюда. Оп. Очень хорошо. Вот этот второй лучик тоже ведем параллельно ему через главную, через оптический центр. Оп. Он у нас с с фокальной плоскостью в данной точке пересечется и соответственно этот луч преломится вот сюда. И смотрите, что он прикол. Лучит сходится, значит они где-то пересекутся. Ой. Да только далеко, конечно. человек далеко. Вот. Они у нас вот здесь вот пересеклись. Значит, если у нас здесь была точка А, значит здесь будет изображение точки А. Так, ну я продолжу главную течь сквозь. И вот у нас будет высота это изображение. То есть смотрите, тут получается у нас будет изображение точки, даже если она загорожена. А в чем будет отличие? Отличие будет то, что так как меньше лучей просто дошло до сюда, да, то есть у нас дошли вот эту точку сформировали все лучи, все лучи, кроме тех, которые прошли сквозь стенку. Вернее, кроме тех, которые не прошли сквозь стенку. И соответственно, так как эта точка сформирована меньшим количеством лучей, чем здесь, то есть в эту точку попадают лучи не отовсюду, а вот с определенного резона не попадают, то эта точка изображения просто будет менее яркое, чем оригинал. То есть яркость уменьшится. Если загораживает, то яркость уменьшится. Само изображение будет, но оно не будет таким ярким. Поняли? В этом все отличие. Вот эта самая такая задачка, которая может попасться, которая будет опасна решить неправильно. Вот так вот. То есть ответ будет да. то будет ли изображение точки, если загораживать стенкой непроницаемой лучей. Удивлены или нет? Это знаете, очень похоже на тот момент, когда мы с вами определяли направление тока и получается мы все определили неправильно. Не в ту сторону. Но зато научились определяют правильную сторону. Вот здесь то же самое. Мы думали, что стенка она загораживает полностью, а она не загораживает. Моль. Ну, если она загораживает, но изображение от этого не теряется. Остается. так. Теперь. Значит, также бывают вопросы про глаза. Вопросы про глаза бывают. Знаешь, какие вопросы? Собственно, у нас хрусталик в глазу является как раз-таки собирающей линзой, которая собирает свет с окружающего пространства нам в мозг и мы так видим мир. Давайте рассмотрим глаз как оптическую систему. Видите, это классно, кстати. Если кто в часике слепой, то сочувствую. Скорейшем уздоровлении. Так, расскажу сейчас. Это была пульта черная. Так, значит, как глаз работает? Смотрите, вот у нас есть глаз, например. в часик. В часик. Сейчас. Смычком. Смычком. Я думаю, как нарисовать. Нормально. Так что ли? Вот так вот. Вот здесь будет, например, хрусталик. Хрусталик и будет линза. Вот здесь будет сетчатка. И вы что-то видите. Вы что-то видите. И у вас... Видите, вот так вот лучи идут, идут, да? И вот так вот не сетчатку. Так. 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 То есть, если вы видите какой-то предмет, например, такой... Вот точка А, вот точка Б. Вот этот лучик идет вот так, вот так. Вот это будет изображение точки А. Так. Кто замечает какую-то интересную вещь, да? То на сетчатке изображение перевернутое. Относительно реального. Перевернутое уменьшенное. Правильно? Смотрите. У нас организм, в общем, так устроен, то... мы частично как бы аналоговая система, частично диджитал. Ну... Словно выражает. Что это значит? Это означает, что часть, как бы, обеспечения, она аппаратная, А часть программная, да? То есть, вот аппаратно у нас получается вот такое изображение. Уменьшенное... Действительно уменьшенное перевернутое. А дальше у нас уже программа, мозг, течет в мозге. И они нам вот это вот переворачивают. Берут вот это вот. И они нам это переворачивают. Вот. Но они увеличивают, кстати. Поэтому предметы, когда они от нас удаляются, нам кажется, что они визуально уменьшаются, уменьшаются. Становятся. Когда к нам предмет приближается, нам кажется, что они визуально больше становятся. Понимаете, да? То есть, мозг он переворачивает, но он высоту изображения не устанавливает. Да? Таким образом, у нас, мы видим, знаете, как называют, в перспективе. То есть, вот то, как мы видим предметы, значит, мы их видим в перспективе. То есть, более далекие предметы более маленькими, более близкие, более большими. Вот. Это нормальный человеческий глаз. Теперь, кто помнит, какие болезни, из-за которых приходится носить очки? И вообще, зачем нужны очки? Есть болезнь, которая называется близорукость. А, близорукость. Что за болезнь такая близорукость? Посмотрите, вот я, на самом деле, здесь вот нарисовал. вот этот чел, который я нарисовал, он, на самом деле, довольно близорук. То есть, у него изображение собирается вот здесь. Я специально такой визуальный он нарисовал, чтобы понятно было. Ну, ладно, он не сильно близорукий. Может, даже вообще нормально. Но у него вот в этой точке собирается, да, изображение? А сетчатка у него здесь. Допустим, сейчас мы нарисуем близорукового человека, у которого изображение сильно раньше собирается, чем сетчатки. Идея, это уже близорукость. Но давайте, пускай будет вот этот близорукость. Вот этот вот. Оп. 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 Посмотрите, вот сетчатка. А изображение сформировалось достаточно размытым. То есть, изображение сформировалось размытым. Видите, вот наш сетчатка. А у нас вот так вот размылось изображение. И вот чем дальше объект, тем будет больше вот это размытие. Поэтому при близорукости надо, чтобы ближе был объект. Обрат, как исправить эту ситуацию? Как исправить вот эту вот близорукость, близоруковую ситуацию, чтобы у нас снова человек видел изображение, которое формируется на сетчатке, а не, так сказать, размытые по ней. Нам нужна линза. Нам нужна линза. А какая там нужна линза? Нам нужна линза рассеивающая. Нам нужны очки с рассеивающей линзой. А зачем? Чтобы чуть-чуть рассеивать вот эти лучи. Немножку вот так. Немножку вот так. Тогда они будут уже собираться нормально. Вот. То есть нам нужны вот такие вот очки. Эти вот очки. Такое вот рассеивающее линзо. Чтобы собирать изображение вот здесь. Одно не размывалось. Так вот лечится близорукость. Длиннозоркость. Давайте рассмотрим длиннозоркость. В длиннозоркости все наоборот. В длиннозоркости все наоборот. У нас как видит. Как видит у нас человечек. Его изображение формируется вот здесь. Что за стркачем? У него изображение формируется вот здесь. У него тоже близорукий, он близко в нормальный виде, далеко плохо видит, ему надо вот так вот скорректировать. У дальнозорки он далеко хорошо видит, близко плохо видит. У него мимо сетчатки, сфокусировались в случае. Соответственно мы его делаем, какую линзу уже получается? Собирающий. Собирающие очки мы его делаем. По ней немножечко лучи корректировали. Следующий. Окно. Опять же нормально. Получи чуть-чуть. Чуть совсем. Собираем. Чтобы они уже походили как надо. Это у нас близорукость получается. когда изображение формируется раньше, до сетчатки. Размывается такой умысл. А здесь у нас изображение формируется за сетчаткой. Мы его вот так раздвигаем. Вот так вот. Вот это глазка, оптическая система. Так, ну собственно вопросы. Пишем свои вопросы. Снимаемся. Спрашивают, что непонятно. Это была геометрическая оптика. Я вам сегодня объяснил всю теорию. Путь геометрической оптики. В следующий раз решаем задачку на геометрической оптике. Давайте свой вопрос. Так, я ничего не забыл. Я ничего не забыл. Жить можно. Да, жить можно. Итак, всем спасибо. Это была лекция по геометрической оптике. Не путать с волновой оптикой. И законы геометрической оптики. Опыты по геометрической оптике можно проводить помимо дома. Можно брать зеркало. Можно брать очки. Какой здесь разные среды. По типу там вода, воздух. И убеждаться во всех вещах на практике. Давайте тогда я на YouTube. В следующий раз. В следующий раз. В следующий раз. Задачи геометрической оптики. Плюс фактические эксперименты. Вот такие вот дела. Так, ну что ж, всем спасибо. До следующего раза. Молодцы. Продолжение следует. Большое спасибо. Спасибо.